Жертва бездействия коммунальщиков или собственной неаккуратности. К нам в редакцию обратился пожилой мужчина Александр Столяров. Хочет выяснить, почему коммунальщики оставляют без внимания его положение. Как заявляет инвалид, его квартира в зимний период становится непригодной для проживания. Он же неоднократно жаловался в местный ЖЭК, но проблему так и не решили. Вот для чего ребенок делают, я не понимаю. Я баран. Да? Или меня так делают. Инвалид второй группы Анатолий Столяров уверен в том, что его квартира недостаточно теплая для проживания. Виноваты те, кто делал в доме капремонт три года назад. Маленькие радиаторы, по его мнению, не способны обогреть даже скромную кухню. Я не могу сейчас жить уже. Я же 10 градусов ночью-то, я не могу спать. Конвектор убрать, это не батареи. Я их нигде не ставлю. Это где взяли? Это Зайенск, что ли, привезли? К тому же, во время капремонта трубы заменили не полностью, считает инвалид. Местами в них горячая вода проходит с трудом. Вот одно из доказательств, которым оперирует Анатолий Столяров. Это кусочек трубы, который остался после капитального ремонта. Диаметр в 20 миллиметров сузился настолько, что маленькая отвертка пролазит с трудом. На деле сверху труба пластиковая, снизу действительно металлическая. Но не старая, а новая. Однако в это хозяин квартиры, верить отказывается. И сейчас живет у родственников. Уснуть здесь, значит замерзнуть, уверен инвалид. Неправильно это. В соседней комнате ситуация аналогичная. Если бы здесь было тепло, вы бы тут жили? Я не могу сейчас уже жить. На руках у Анатолия Столярова четыре заключения жилищной комиссии. От первого к последнему список того, что должны отремонтировать специалисты ЖРУ, все меньше. При этом работ в квартире пенсионера никаких не проводилось. Коммунальщики готовы отвечать за состояние наружного шва. А во всем остальном виноват сам жалобщик, считают они. Не проклеил окна, завалил комнаты и в том числе радиаторы батареи хламом. Отсюда недостаточный прогрев помещений. Заставлены посторонными предметами и не дают прохождению тепла. И нет герметизации окон. Если, значит, то, что батарея является собственностью жильцов, на доме проходил капитальный ремонт. Если Столяров приобретет батареи, то мы ему поставим бесплатно. Хотя батареи в квартире установлены, проектные мощности. Но помимо заключений комиссии у Анатолия Столярова имеются результаты независимой экспертизы. Это протокол измерения микроклимата в его квартире. 16 марта эксперты установили, что температура и влажность не соответствуют нормам. Но бумага не вызвала доверия у представителей ЖЭКа. Ни у главного инженера, ни у директора. Поэтому такая температура не должна быть там. Может быть, они окна, когда пришли открыть. А вентиляции не бывает? Сейчас ничего не могу сказать. То есть подозрительному это приведет? Конечно. Коммунальщики намерены связаться со специалистом, который проводил экспертизу, так как сомневаются в верности указанных в протоколе цифр. И имеют право на это, подтверждают юристы. При проведении любой экспертизы, та сторона, которая является инициатором проведения экспертизы, по законодательству должна уведомить другую сторону о том, что она проводится, где, когда, во сколько. А уже другая сторона решает, участвовать в ней или нет. Тем не менее, житель настаивает на повторном проведении капремонта. Тот, что был сделан три года назад, он называет халтурой. Коммунальщики отвечают. Все обязательства по договору ремонтники выполнили и ничего переделывать не будут. Правда, пообещали, что летом заделают наружный шов. А также, что завтра помогут хозяину в освобождении квартиры от хлама. Завтра давайте подходите вместе с вами. Восьми часами. Егор Арнов, Эльнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.